Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манёв, Беренгия-2022. На гонке есть такие негласные хранители традиции. И вот сегодня я хочу вас познакомить как раз с таким человеком. Алексей Попов. Он выиграл Беренгию, вы только представьте себе, в далёком 2005 году. Давай сразу вот о той Беренгии, потому что тогда ты побил всевозможные и невозможные рекорды и оторвался от ближайших преследователей аж на 5 часов. Сейчас такое представить себе просто невозможно. Как у тебя получилось это сделать тогда? Тогда это были собаки. Тогда у меня была такая порода, я их так даже боялся как-то. Боялся в каком смысле? Боялся в том плане, что у них был сумасшедший такой азарт. Настрой на работу был такой, что я просто больше 6 собак не успевал и не мог запречь. То есть эти 6 собак работали за 10, за 15 собак. У них была вот настолько такая подготовка. Но в силу своих обстоятельств мне, конечно, тяжело было с ними очень работать, потому что я по натуре такой человек спокойный. И эти собаки были не под меня, скажем так. Несмотря на то, что они рвали все под собой и все на своем пути. Хорошие были собаки, но не смог я с ними. Не получилось. Потом, после 2005 года, ты ушел из гонки аж на... 16 лет. 16 лет. С чем был связан этот перерыв? Ну, я не совсем с гонки ушел. Я жил жизнью гонки. Я интересовался ей при возможности, помогал всегда. И дороги прокладывал, и был помощником суди. То есть, как бы, Беренгея... Но при этом не был участником, в связи с Накаюром. Да, 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 да. Я еще раз вот повторюсь, конечно, долго не мог прийти в себя после тех собак. Ну, пытался там завести какие-то другие линии. Но ничего не получалось. Потом моя младшая дочь, она захотела поучаствовать тоже в гонках. Попробовала сначала, она с Валентином Левковским позанималась. Вот. И я ей говорю, Лиза, если ты хочешь заниматься собаками и добиться каких-то результатов, нужно заводить своих собак. Потому что только благодаря тому, что ты сама через все это проходишь, а не пользуешься тем, что тебе кто-то что-то дал, вот, тогда ты, говорю, добьешься какого-то результата. Мы приобрели собак ей. Подожди, извини, что я тебя перебиваю. То есть, ты хочешь сказать, что брать собак у кого-то на прокат, это поручная практика? Ты так считаешь? Ну, я считаю, да, что нужно, чтобы стать каюром, нужно начать вот с того, что тебе, что ты приобрел щенка. Ты в этого щенка вкладываешь душу, вкладываешь всего самого себя, смотришь, какие у него, какой у него характер, да, какие у него задатки. То есть, он растет на глаза, как будто это твой ребенок. И ты уже знаешь его слабые места, знаешь его сильные стороны. И вы потихоньку становитесь понимать друг друга. Вот. И когда я это сказал, мы приобрели ей щенков, начали их вместе растить, воспитывать, как бы, я там подсказывал ей. Мы их тренировали вместе. Она вот стала призером гонки Дюлин. Вот. И почему я вот за дочкой заговорил? То, что она-то меня и вернула в гонки. Подбила. Да. Меня никогда не покидала мысль завести снова собак, но не было возможности, как бы... Я понял, не было возможности, потому что всегда это время, всегда это финансовые затраты, всегда что-то мешает. Я тебя прекрасно понимаю. Вот у тебя есть уникальная возможность сравнить Берингию 2005 года и сравнить Берингию 22-го. Я понимаю, что пока гонка не кончилась, пока какие-то итоги подводить рано. Но все-таки, я думаю, что уже какие-то мысли есть. Ну, если сравнить ту гонку, которая была раньше, и ту гонку, которая стала сейчас, Берингию, гонка-то уже стала другой, а вот я еще никак не могу перестроиться. Все-таки я еще живу в той гонке. Потому что сейчас такой колоссальный уровень подготовки вот этих команд, которые сейчас выходят на старт. Другие скорости. Другие скорости, другие собаки, другие спортсмены. Раньше мы знали каждого, как говорится, ну, потому что все участвовали в Камчатке, все были знакомы, и мы, как бы, в принципе, знали, у кого какие собаки, кто как тренирует, кто там как бегает. Местные гонки там проводились до Берингии, и мы уже, как бы, анализировали, у кого какой потенциал. А сейчас приезжают команды Санкт-Петербург, Карелия. Слышали о них? Да, слышали. Но как это происходит? Как они на самом деле проходят, эти трассы? Лучше один раз увидеть, говорят, чем сто раз услышать. Поэтому, конечно, да, сейчас очень такая серьезная конкуренция, очень серьезная. А ты считаешь, это хорошо, что приезжают ребята, как на Камчатке говорят, с материка, и выигрывают традиционную камчатскую гонку? Вот нету какой-то ревности? Ну, вы знаете, ревность только в одном, что я не в плане того, что я там ревную или еще что-то, как говорится, победит сильнейший, но дело в том, что вообще вот это разделение традиционной гонки на спортивную, мне кажется, нужно все-таки обо... Само слово традиционная гонка немного не вписывается... В современные рамки? В современные рамки, да. Если... Ну, собак-то не изменишь, как бы каждый каюр готовит своих собак, выбирает там породу, выбирает собак по рабочим качествам. Видит это по-своему. Да, 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 да. Но, но... Единственное, как бы, может быть, я бы, наверное, все-таки всех посадил бы на традиционные нарты. Согласен. Тогда, тогда, тогда было бы, наверное, все-таки более-менее, как бы... Шансы бы уравнялись. Уравнялись бы шансы, потому что, да, потому что все-таки скольжение нарт традиционной немножко другое. Мы, как бы, не пытались, как бы, там что-то делать, менять. Но все равно на традиционной нарте она более тяжелая, как бы, она не так управляема, скажем так. Но и... Немножко вот получается, что нету равенства вот в этом плане. Алексей, спасибо тебе большое. Я желаю, прежде всего, удачи тебе. Спасибо. Потому что без ее величества фортуны не обходятся такие большие гонки спортивные. Да, да, да. Самое главное, чтобы собаки были здоровы. Это главное, да. И мы очень надеемся в ближайшее время увидеть уже твою прекрасную дочь, которая будет стартовать на Берингии 23-го года. Спасибо, дай Бог. Спасибо, Григорий. Спасибо. Ага, спасибо. Берингия, мы идем вперед. Спасибо.